Доброго всем времени суток! Вы на канале Дом Дарой Котиков. Меня зовут Татьяна. Посмотрим такой вопрос. Он очень актуальный и очень многих интересует. Что у вас говорят за вашей спиной? Какие разговоры ведутся о вас? Как люди вас видят именно за спиной? То, что не скажут вам в глаза, может быть, никогда. Что говорят у вас за вашей спиной? Говорят, что вы очень закрытый человек. Закрытый человек, который почему-то, вы знаете, как кидается, очертя голову, в разные авантюры. То есть вы на это способны. Но вы никогда никому ничего о себе не рассказываете. О том, что вы человек такой достаточно интересный, что вы человек... Тут не важно, когда мужчина вы или женщина. Вот сейчас здесь половая принадлежность, не важна вообще. Что вы человек очень интересный, вы интересный рассказчик. У вас очень сильно развита интуиция. Люди как бы это вот знают о вас. Они об этом это обсуждают, они говорят это о вас. И что вы вообще практически бесстрашны, вы вообще как будто ничего не боитесь. Скорее всего, в вашей жизни была ситуация, которая, может быть, не так давно произошла, когда вы, ну, может быть, начали свою жизнь с самого начала, начали жизнь свою с нуля. Вы как будто пережили какую-то там сложную ситуацию, какую-то стрессовую ситуацию, когда вам было, может быть, там, вот знаете как... Люди, конечно, до конца не знают, да, ваших чувств, что происходило. Но со стороны это смотрелось, что вы реально попали в страшную какую-то ситуацию. Может быть, даже были беспомощны. Но вы как-то умудрились вот сами себя вытащить, да, в мак. То есть вы в представлении людей маг. Вы действительно сделали себя фактически сами. То есть вы как будто бы поднялись с самого дна, с самого низа какого-то. И люди это говорят о вас, да, люди это обсуждают. И сейчас посмотрите, что люди говорят, что несмотря ни на что вы поднялись, вы живете дальше, вы продолжаете жить, и вы двигаетесь вперед. Но опять, вот смотрите, снова выходит карта закрытости, вы закрытый человек. Люди всех подробностей в вашей жизни о вас не знают. И вы знаете, очень многие люди сейчас, может быть, там кто-то... Это уже, скорее всего, к близким к вашим относится, кто в курсе каких-то ваших дел, могут о вас сказать, что у вас вы ждете как будто какого-то прорыва. На самом деле так и есть. Кстати, очень многие люди говорят сейчас о том, что вполне возможно скоро у вас будет семья. Если вы еще не замужем, там, не женаты, что скоро это у вас произойдет. И люди обсуждают это все. И также люди говорят о том, что вы... Если у вас есть семья, говорят о том, что у вас прекрасная семья, чудесная семья, да, что у вас замечательный, прекрасный дом, что вы вообще, в принципе, стабильный человек. Потому что я говорю, здесь я вот сейчас вижу, что вы пережили трудную ситуацию, которая любого другого человека бы испугала, любого другого человека бы она уронила, убила, да. Но здесь вы все-таки как-то побороли свои страхи. Вы благодаря своей какой-то интуиции, да, король кубков – это человек с развита интуицией, да, вы благодаря своей интуиции, благодаря своему какому-то привязанности своей к высшим силам, да, потому что маг, маг, да, то есть вы в состоянии взять себя в руки, вы в состоянии контролировать себя, вы в состоянии управлять стихий. Карты выпали, посмотрим. О, целая триада, смотрите, как нам вышло здесь. Смотрите, как интересно. Это вот снова, снова здесь, вот, посмотрите, снова здесь повторяется о том, что вы пережили тяжелую ситуацию, большие какие-то проблемы, возможно, финансовые, возможно, в личной жизни, возможно, и то, и другое. Но вы, тем не менее, несмотря ни на что, несмотря ни на что, вы пошли вперед. Вы пошли вперед, вы взяли себя в руки. И это произошло благодаря вашему сильнейшему желанию жить, вашему сильнейшему желанию двигаться вперед, вашему сильнейшему желанию вот выжить, несмотря ни на что. То есть у вас интуиция развита, а еще вы безумно сильный человек. Сильный, очень мощный человек, интуиция развита и жажда к жизни очень развита. У вас были какие-то нереализованные желания внутри вас. И эти желания, они разбудили в вас желание жить, огонь вот этот жизненный. И вы прям вот себе сказали, пока я эти желания не осуществлю, пока вот я вот не проживу эти ситуации, которые я хочу прожить по жизни, здесь вполне возможно, да, еще раз снова, и семья, и какой-то финансовый успех, и реализация себя в работе, и продвижение себя, там может быть, поскольку маг, я могу сказать, что вы скорее всего имеете какое-то отношение к эзотерике, к магии, да. Возможно, вы не реализовали себя в этой области, и вы хотите это сделать. У вас, кстати, все получится, потому что вы сейчас действуете, вы действуете, может быть, даже небольшими какими-то шагами, да, может быть, какими-то малыми шагами, но вы идете вперед, вы развиваетесь, вы двигаетесь. И вот, кстати, именно это в том числе и говорят за вашей спиной. Люди это обсуждают. Люди вообще вас очень много обсуждают, кстати, очень много. Причем, знаете, как о вас спорят. Кто-то принимает вашу сторону, кто-то вас хвалит, а кто-то говорит о том, что вы самовлюбленный нарцисс, о том, что вы занимаетесь самолюбованием, о том, что вы слишком закрыты, не допускаете никого в свое пространство. Это говорит о том, что вы высокомерны. Это говорит о том, что вы, ну, не очень хороший человек, скажем так, да. Почему? Потому что вы себя, вот до себя людей многих не допускаете, вы очень выборочно это делаете, очень выборочно. И смотрите, вы сейчас, да, вы действительно сейчас двигаетесь к цели, к своей. Может быть, не так быстро, как вам бы того хотелось, да, но вы под покровительством высших сил, посмотрите, у вас впереди большое будущее. И часть людей, вот часть людей вас окружающих, это будущее видят, чувствуют, кто-то, может быть, даже знает, да, потому что если вы эзотерик, да, значит, у вас в вашей жизни присутствуют, скорее всего, учителя и наставники, и те, кто дает вам какие-то подсказки, да, вот эти люди знают, что у вас. Смотрите, как интересно, Иерафан здесь лег. У вас большое, хорошее, светлое, стабильное будущее, красивое будущее. Красивое будущее, которому многие могут действительно позавидовать. И эта зависть, да, она присутствует, она присутствует. Посмотрите, действительно, вас впереди ждет ясность, вас впереди ждет ясность. Главное здесь, посмотрите, главное здесь, ну, это три старших аркана, да, главное здесь не иметь сильных каких-то зависимостей. Если у вас зависимость какая-то, есть зависимость, это вот, знаете, как это все, когда вы за что-то цепляетесь, что вам не дает двигаться вперед. Вы интуитивно, кстати, вот прям королева кубков сама попросилась, вы интуитивно знаете свои зависимости, но у вас достаточно сил, чтобы с ними бороться. Вы их поборете, как только вы их поборете, как только вы с ними развяжетесь, все, вы пойдете вперед. Вам высшие силы, благодаря тому, что вот вы бороли зависимость, это работа над собой, это важнейшая активная работа над собой, нужная, ну-ка, Ева, Ева, да, подтверждает это дело. Вот, значит, это нужная работа над собой, и благодаря вот тому, что вы доработаете, вы запрашиваете, вам будут, ну, вам будут помогать. Здесь смотрите, как, сейчас, да, вы в начале своего пути, но вы покорите мир. Вот то, что вы под этим понимаете, вот то, что вы под этим понимаете, да, под покорением мира, вам это дано, потому что вы имеете огромную, мощную наполненность, вы имеете вот мощный в себе потенциал, ну, да, вы сейчас пока еще в начале пути. Кстати, об этом тоже люди говорят. Смотрите, как интересно. Шестерка жезлов, да. Вы победитель по жизни. Вы по жизни победитель, потому что вы из любой, в общем-то, тяжелой, сложной какой-то ситуации вы способны выйти практически сухим из воды без каких-либо, ну, не то, что ощутимых потерь, но люди могут о вас говорить, что с вас все, да, как с гуся вода, несмотря на то, что у вас может при этом быть вот разбитое, разорвано сердце, как говорится, душа в клочья. Но люди видят, да, люди видят лишь то, что вы по жизни победитель, и чтобы вот как бы вас жизнь не опускала, как бы вас жизнь не била, вы всегда на коне. И вроде как кажется, что вам это легко все дается, да, то есть вот раз и покоряются вам стихии, да, потому что маг там лежит, раз и мир вы покорили, а на самом деле, да, говорю, у вас душа может в это время разрываться от боли. Но тем не менее, еще раз повторю, человек с высоко развитой, сильно развитой интуицией. И, соответственно, у вас, вы двигаетесь за своей душой, двигаетесь за своими душевными порывами, и у вас все будет получаться. И постепенно люди, которые говорят о вас гадости, которые говорят о вас неправильно, кто говорит о вас неправду, эти люди отсеются из вашей жизни. Эти люди уйдут, вы останетесь только с теми, кто вам близок по духу. И смотрите, человек, с которым вы создадите семью, если вы еще сейчас не в паре, да, или, допустим, вот есть у вас человек, это человек, вы сами сейчас интуитивно, скорее всего, чувствуете, вы рядом с вами человек, человек, который дает вам ощущение, что вот все происходит как надо, что вы на своем месте. Человек поднимает вас и накачивает энергетикой. Человек дает вам возможность дышать, человек дает вам возможность разбиваться, двигаться, жить, скажем так. Он вас активно поддерживает. Пусть так и будет. Я всем вам желаю счастья. Давайте последнюю карту, да, вот вытянем, да, пусть будет как совет от высших сил. Королева Жезла, Королева Мечей. Что значит? Это значит, что вы имеете активный, острый, мощный ум. Вы имеете возможность продвигать и рассказывать о себе тысячам людей, миллионам, может быть, даже людей. У вас, вам предстоит, да, вам большая популярность. И я хочу сказать, что вы действительно человек сильный, вы человек активный, вы человек мощный, что бы, кто бы там у вас за спиной не говорил, вы идете вперед. И любая ваша потеря, любая ваша трудная ситуация, это возможность, это опыт, это опыт, и это возможность продвинуть себя. Это опыт, который дает толчок вперед. То есть это то, что дает вам силу. Вот этим вы сильны. Пусть так и будет. Я всем вам желаю счастья. Всех желающих я жду на личную консультацию. Помогу, чем смогу. Многие ко мне обращаются, да, многие потом остаются довольны, многие остаются потом моими друзьями, постоянными клиентами. Я всех вас буду рада слышать, всех вас буду рада видеть. Несмотря на, да, далекое расстояние, консультации проводятся онлайн, по телефону. Да, услуга платная. Сразу говорю, я сразу предупреждаю, услуга платная, но я вам сразу могу сказать, что оно того стоит. Я всех вас люблю, целую и обнимаю. Всего вам доброго. Я всем вам желаю счастья. Пока-пока.